Перекрытый город, отключенный интернет, выселенные студенты. Жители Казани массово жалуются на проблемы из-за саммита БРИКС. А в аэропорту сегодня так. Каравай, Солью и Чак-Чак так встречают в аэропорту Казани делегации из разных стран, приехавших на 16-й саммит БРИКС. Если приехало первое лицо, то у трапа его приветствует глава Татарстана Рустем Миниханов. Вот он с премьер-министром Индии Нерендрой Моди. А вот с президентом ЮАР Сирилом Ромофосой. Путин в аэропорт не приехал. Премьера Индии, президента ЮАР и председателя КНР он встречает в помещении в Казанском Кремле. Это один из первых разговоров с премьером Индии Нерендрой Моди. От Путина общие слова. Российско-индийские отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнерства и продолжают активно развиваться. Премьер Индии в самом начале встречи поднял тему войны с Украиной. По поводу продолжающегося конфликта между Россией и Украиной. Мы регулярно находимся в контакте. Как я сказал и раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами. И мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности. А это переговоры Путина с президентом ЮАР Сирилом Ромофосой. Что касается двусторонних отношений, то они основываются на принципах всеобъемлющего стратегического партнерства, равноправия и взаимного уважения. Здесь, конечно, есть над чем совместно нужно работать в плане наращивания и диверсификации взаимной торговли. Мы продолжаем рассматривать Россию как ценного союзника, как ценного друга, который поддержал нас с самого начала, со времен нашей борьбы с апартеидом и до сих пор. Поэтому мы очень рады быть здесь и знать, что у нас будут важные обсуждения здесь, в Казани, в рамках семьи БРИКС. Так что большое спасибо за то, что вы нас приняли. Саммит БРИКС носит название по странам-основательницам форума Бразилия, Россия, Индия и Китай. Позже присоединилась ЮАР. В этом году БРИКС проходит впервые в расширенном формате. Еще прибавились Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты. Но бразильский президент Лула да Силва на саммит не приехал. Отменил полет в последний момент. Издание Глоба пишет, президент Бразилии упал в ванной и ударился головой. Врачи рекомендовали не лететь. Вместо саммита он провел встречу с бразильскими чиновниками и опубликовал это фото в соцсетях. Не приехал и президент Сербии Александр Вучич. По словам Вучича, в разговоре с президентом России Владимиром Путиным он признался, что из-за хорошо известных обстоятельств он бы в любом случае вряд ли смог приехать на саммит. Российские государственные каналы и пропагандисты освещают саммит БРИКС так. Это главное мировое событие. Запад расстроен. Ключевое мировое событие саммит БРИКС. БРИКС посылает сигнал о том, что большинство стран не устраивает текущий статус-кво на мировой арене. Тут враги пишут, что все, хана. Сегодня на БРИКСе Путин объявит план победы над долларом. Здравствуйте. Доброе. Западные СМИ уже в истерике. И напомню, что интерес к саммиту огромный. Кроме того, государственные телеканалы заметили подготовка на уровне. Город серьезно подготовился к приему высоких гостей. В том числе обновили отели и транспортную инфраструктуру. Но жители Казани жалуются. Из-за подготовки к форуму много неудобств. Мобильный интернет не работает с самого утра. Я живу около центра, а эти ограничения коснулись и меня. Нас о них никто не предупреждал, и сегодня это стало неприятным сюрпризом. В целом, доступ в центр сейчас затруднителен. Некоторые маршруты транспорта были отменены. Парковки недоступны. Офисным работникам было рекомендовано перейти на удаленку на несколько дней. Школьников отправили на каникулы. Молодежные пространства были закрыты. Музей, зоопарк, библиотека. Больше всего жалоб в соцсетях на плохую работу интернета, домашнего и мобильного. В некоторых районах, по словам жителей, его нет совсем. Интернет сегодня весь день не работает. Не могла ни такси вызвать, ни с дочкой связаться. Никакую страницу в интернете открыть. Я педиатр, хожу по вызовам. Адреса из регистратуры всегда по WhatsApp присылают. Но сегодня приходится звонить и на ходу все записывать. В связи с пациентами тоже нет. Самый большой скандал вокруг саммита начался еще в мае, когда стало известно выселение студентов Казанского федерального университета из общежития, чтобы разместить в их жилье участников саммита и силовиков. Студенты жаловались и писали петиции. Не каждый студент может позволить себе снимать жилье в городе, а у некоторых нет возможности вернуться домой. Несправедливо внезапно выселять студентов, когда многие уже нашли здесь работу и обустроили свою жизнь в Казани. Но это не помогло. Саммит повлиял на их учебу еще и по-другому. Сдвиг учебного процесса, так как очные занятия заменили дистанционным форматом обучения. Теперь студентам КФУ придется сдавать сессию на месяц позже, чем обычно. В связи с этим летние каникулы сильно сократили, что тоже очень удручает. Также с сегодняшнего дня начали глушить интернет, что сильно затрудняет выполнение домашних заданий по учебе. И не только. Невозможно пользоваться картами, вызвать такси, найти нужную информацию в интернете. Ближе к вечеру Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем. Российско-Китайское сотрудничество в мировых делах выступает одним из главных стабилизирующих факторов на мировой арене. С одной стороны, это, конечно, пиар-успех, что приезжают многие. А с другой стороны, эта организация является достаточно таким многослойным объединением, в которое входят страны, государства, которые очень разнятся между собой. И они, в принципе, за всю историю существования на самом деле не так много было и достигнуто. Саммит Брикс продлится до 24 октября. На завтра запланирована встреча Путина и генсека ООН. О приезде Антонио Гутеррише сообщала сначала только российская сторона, но позже подтвердили и в ООН. В МИД Украины прокомментировали это так, цитата. Он принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира.